добрый день дорогие друзья я обещал показать как следует заливать наливной пол при этом чтобы была идеальная поверхность понятно что слово идеально это не относительная то есть максимально что можно из этого взять давайте так скажем потому что у наливного пола есть своя специфика вот но при этом в принципе можно добиться идеальности все зависит от мастерства от умения каждого специалиста вот но есть определенные моменты используя которые можно добиться идеальности вот давайте по порядку на каждом из них остановимся во первых хотел сказать самый главный момент в прошлых видео я показывал как мы устанавливаем рэперные маяки вот частности мы использовали обычные дюбеля забивали метр на метр вот по такой технологии мы заливали я показывал что из этого получалось вот были такие видео как бы не совсем успешных полов вот по одной простой причине то есть самая главная причина того что получается некачественная поверхность при заливке наливного пола это толщина стяжки завод изготовитель говорит что можно заливать от 5 миллиметров я в прошлых видео показывал вот есть конечно разные в данном случае вот от 5 у нас от 5 до 10 сантиметров так вот чем толще слой тем идеальные поверхность запомните то есть лучше брать толщину от двух с половиной лучше от 3 сантиметров о чем идет речь речь идет о самых выпуклых частях то есть не надо нигде входить в ноль запомните если у вас поверхность например уходит возьмите за эталон за идеал точнее за самую выпуклую часть и от нее еще прибавьте два сантиметра лучше три сантиметра два с половиной все зависит насколько уходит если понятно что там один маленький пятачок и всего лишь то место будет самый выпуклый остальное там допустим сантиметр четыре то конечно лучше там два с половиной тогда возьмите чтобы не было большого перерасхода материала если у вас вся поверхность идет одинаковые толщины то лучше возьмите 3 то есть тогда поверхность будет идеальной да это перед это большой перерасход материала это много вот мы считали например стяжку на весь объем один сантиметр сейчас нам придется это заказывать то есть понятно что это перерасход но с другой стороны предыдущем роликах в предыдущих роликах я показывал какая поверхность получается если заливать тонкий слой обязательно пройдите по ссылочке в описании оставлю кто не смотрел посмотрите очень интересное видео в которых мы все-таки добились ровной поверхности но каким трудом в первом случае когда мы устанавливали реперные маяки и во втором случае когда мы устанавливали струнные маяки вот конечно второй случай был лучше в первом случае там до сих пор доработки еще ведутся помимо шлифовки поверхности еще протяжка дополнительно так вот к чему мы пришли то есть первый момент не меньше двух с половиной сантиметров это первое то есть убеждайте заказчиков говорите что если вы хотите чтобы поверхность была идеальна обязательно нужно сделать два с половиной сантиметра минимум не в зависимости что пишут на мешках на мешках пишут это на отмашь то есть я считаю там нужно переписать вот этот то есть чтобы от двух напускать 2 это прям кричит это прям край 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 то есть два с половиной три это минимум следующий момент я уже в предыдущих видео еще говорил относительно поверхности обязательно хорошо быть загрунтована здесь писано 23 слоя грунтовки пускай три слоя чтобы меньше впитывалось то есть чтобы раствор жил это второй момент третий момент делайте ванночки делайте ванночки я некоторых видео смотрел делают там из гипса определенные ванночки из гипсокартона заливает их потом гипс убирает продолжает да это лучше делать вот обязательно такие ванночки как у нас в данном случае это получается лучше разровнять поверхность то есть вы залили определенную ванночку здесь поработали над ней лишние стекла как в данном случае у нас все это ванночка у вас в плоскости идеально край ванночки служит ориентиром если вы делаете гипсокартон там сложнее ориентироваться там вы по марочкам ориентируетесь в данном случае по струнам очень хорошо ориентироваться потому что край струны это уровень на крайний случай где-то вы можете то есть сориентироваться какой-то наплыв у вас лишнее может сойти то есть это очень удобно поэтому советую делать струнные маяки делайте ванночки то есть получается третий пункт без ванночек делать очень сложно получается много наплывов если вы делаете например проливаете один участок площадь очень большая как в данном случае у нас 50 квадратов то у вас будут наплывы по-любому как бы вы ни старались то есть всю плоскость очень тяжело пролить даже а тем более если вот например как вот у нас пролили и ушли то есть у нас сейчас получается по маяку будет следующий стык здесь практически идеально будет а если у вас какой-то наплыв останется потом следующим слоем вы будете находить это место по-любому вам придется точить поэтому третий пункт вот тоже очень важно для идеальности заливки наливных полов четвертый пункт используйте для для того чтобы заливать в прошлом видео я пробовал все варианты и валик и правила вот теперь новый почему новая технология потому что есть некоторые доработки которые взяты от от некоторых моментов понемногу но все равно то есть привозить привнесено новые техники в данном случае мы делаем ванночки из струнных маяков струнные маяки очень удобно что у них металлическая поверхность то есть это не гипсовый маяк это не застывает к этой струне сам наливной пол вы можете где-то что-то пошкрябать хороший ориентир вот и четвертый момент самый главный то есть как мы равняем не правилом в прошлом видео показывал когда мы правилом ведем за правило цепляется наливной пол и получается ямка вам придется потом второй раз это все подравнивать вот используйте для выравнивания либо швабру либо валик то есть вот так вот выглядит валик игольчатый но может быть разного размера либо вот такой например швабру ну то есть без разницы для чего как это все делать этот очень важный момент то есть если вы будете катать например вот залили начинаете раскатывать как обычно советует изготовитель вот это плохо потому что когда вы катаете вы гоняете волну то есть иногда например у вас здесь вот участок уже ровно вам надо немного погонять чтобы перепадов не было и вы с этого места вы гоняете волну то есть так не нужно делать нужно делать промакивать вот так таким образом таким движением то есть протрясать поверхность грубо говоря если так можно выразиться или щеткой щеткой вот так вот проходишь то есть вот пролили например участок и пошли вот так туда прошли развернулись сюда прошли туда прошли сюда прошли все поверхность смотрим она начинает выравниваться то есть сверху за счет толщины понятно она подвижная и щеткой мы вот это дополнительно выравниваем не нужно использовать правило если вы начнете вести правило у вас в этом месте будет ямка то есть обязательно вот четко но ориентируем у вас служит правило чтобы проверить что ровно или неровно можете аккуратно прислонить от одного маяка до другого и посмотреть где еще подлить нужно подливаете потом аккуратненько щеточка вот так вот такими движениями то есть ни в коем случае не надо вот так водить вот можно небольшие волны вот такие делать но лучше вверх вниз то есть это самое лучшее движение для выравнения наливных полов то есть вот четвертый момент и он ключевой он очень важный потому что если вы неправильно будете ровнять то ничего у вас не получится даже при толщине 3 сантиметра и еще такой немаловажный момент обратите внимание у нас периметр не пролит я уже об этом говорил это пятый момент потому что если мы сразу будем проливать периметр у нас будут когда мы будем проливать у нас практически невозможно будет избавиться от лишнего от лишних наливных полов то есть за маяком очень сложно выбрать то есть в любом случае вам там надо будет либо точить либо подливать идеальной поверхности там не получится поэтому оставьте он тот край не проливайте за маяком лучше потом когда уже поверхность у вас будет вся за за застыла аккуратненько тем же наливным полом пролить ровненько там свести получится все четко то есть у вас допуск есть свободно там пройти чтобы лишнего не было наливного пола вы это все сделаете намного аккуратнее и шестой момент обязательно используйте демпферную ленту она даже делает во первых чтобы двигалась дышали особенно если это касается теплых полов поверхность чтобы могла двигаться и есть еще практическое соображение чтобы не портить стены не пачкать у вас демпферная лента служит как ограничитель чтобы во первых правилам не бить стену во вторых если даже какие-то будут наплывы что когда вы срежете это все легко счистится стена остается идеальной вот основные такие шесть моментов ну теперь давайте посмотрим что у нас примерно получилось это все говорим говорим о чем идет речь непонятно у меня здесь на 100 ватт лампочка скользящий свет принципе поверхность намного намного отличается от того что я до этого показывал давайте для сравнения здесь посмотрим то есть поверхность практически идеально то есть ничего здесь больше протягивать не надо это самое главное здесь тем более будет у нас плитка есть даже поверхность под линолеум идеально вот в принципе все что хотел показать и сказать поэтому те кто еще задается вопросом как идеально залить пол повторяю 6 основных моментов первое не меньше двух с половиной сантиметров толщина второе используйте обязательно струнные маяки не используйте реперные маяки они же служат как образование небольших ванночек которые вы можете легко прекратить и не будет перепадов третий момент используйте для заливки либо швабру либо валик и вот такими движениями вверх вниз аккуратненько все выравниваете ни в коем случае не правилом ни в коем случае не вперед-назад валиком потому что таким образом получается вы материал будет уходить у вас проливайте периметр в самом конце после того когда полностью высохнет основной основной объем и используйте демпферную ленту она служит во первых для того чтобы расширялась тяжко и не трескалась во вторых она является ограничением когда мы чтобы нам не испачкать стены если тем более как в данном случае у нас они подготовлены под покраску что получился аккуратный деликатный деликатная заливка наливного пола и используйте обязательно для образования ванночек струнные маяки потому что верхняя часть металлическая легко счищается наливной пол он не пристает к маяку как в случае если вы будете ставить гипсокартон или будете например делать гипсовые маяки как обычно делают некоторые в этом случае у вас ориентир хороший вы легко можете посмотреть струну и посмотреть изменилась ли у вас плоскость когда вы будете в некоторых местах прислонять для ориентира правила от маяка до маяка и смотреть где нужно необходимо еще отдалить это очень удобно поэтому те кто до сих пор не умеет устанавливать струны маяки милости прошу ссылочку оставлю в описании на установке таких маяков это конечно мы использовали для установки штукатурных маяков на стены вот их же но принцип тот же самый можете посмотреть там ничего сложного но некоторые моменты есть которые нужно обязательно учитывать в принципе все что хотел сказать большое спасибо всем за просмотр следующем видео покажу небольшие моменты как мы это на практике делаем то есть какой-то фрагмент работы как мы проливаем наливной пол используя все эти техники методики которые о которых я сейчас говорю какие то вопросы остались пишите в комментариях до новых встреч